В Екатеринбурге в 10-м часу вечера на треугольном пересечении Малышева-Репина равнехонько напротив восточного медиафасада достраиваемого центрального стадиона Бэха 3-й серии 17 мгновений весны, а нет, просто 3-й серии, не вписалась в поворот и левым, читай, водительским боком вписалась в столб, который как богатырский камень стоял в точке трифуркации и на языке знаков объяснял всем приближающимся автопилотам протокол поведения. Ну типа налево пойдешь, кирпич на башку упадет, дескать, ты туда не ходи, ты сюда ходи вот направо пойдешь, на копье напоришься, ну а прямо поедешь, об этом знаки свыше ничего не сообщали потому молодой пилот бумера, обогреваемый с места смертника своей любимкой, решил попробовать неизвестности ну право слово налево ему зачем, если он свою любит, направо вообще копье какой-то неизвестной ориентации только вперед, возможно он сделал это и неумышленно, судя по следам на трассе водитель недостаточно жестко вписался в поворот на Малышева, после которого Бэху понесло навстречку ну и чтобы избежать лобового столкновения, пилот баварского болида стал отруливать на свою но траектории не хватило и он боком зацепил столб со знаками а поребрик прокорябал левый порог и перфорировал оба два левых колеса у сторонних наблюдателей возникла гипотеза, что рулевой просто залюбовался на новенький мундиальный центральный стадион который через полгода превратится в Екатеринбург-арену но судя по 96 номерам Бэхи, парочка в подорожнике ехала местная и вряд ли в Екатеринбурге еще остались люди, которые не видели новый ЦС и при встрече с ним сказали бы «вах» и сбились с курса наверное, все-таки просто скользко а может быть барышня каким-нибудь образом отвлекла своего пилота ну, в хорошем смысле отвлекла да, материальный урон налицо не о таком новогоднем подарке наверняка мечтал Бэховод но зато оба живы, ну а все остальное лечится